Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Как настроить? Отлично! Правда, сюжетов сегодня больше обычного, аж четыре. Это мой личный заказ. Какой ты любознательный. Да, ведь кто много знает, тот сквозь. Застарится? Нет, тот живет интересней. Но вообще у этой пословицы могут быть разные варианты. Это мой личный, например. Кто много знает, тот не зевает. Кто много знает, тот ест. Круто. Кто много знает, тот много знает, но не все. Ведь на каждого умника найдется свой гений. Все, давай начинать программу «Гений». анонс, шифровка, ассорти из кусочков, водонос, отбрасывает тень, водохлеб. Ассорти из кусочков. Да это же коробка конфет. Да нет, это или дегустация сыра, или колбасы. Нарезано кусочками, видов много, выбрать трудно. Ну или салат какой-то, оливье, например, или селедка под шумом. А еще из разных пестрых кусочков ткани делают всякие интересные вещи. Как же этот стиль называется? Пэтчворк. Футбольный мяч – это тоже пэтчворк. Но он же из кусочков состоит. Нет, но мяч тоже хорошая версия. О, из кусочков еще тротуарная плитка, шоколадная плитка, кухонная плитка, потолочная плитка. Как сделать собственный фильм? Понятное дело, непрофессиональный, но это не значит, что плохой. Даже любительское кино может быть очень высокого уровня. Найдите камеру получше и за дело. Свет, съемка и монтаж. То есть клейка всех кадров в единую историю. Кстати, отличная новость. Хороший монтаж, как скальпель хирурга, может спасти даже самую неудачную съемку. Несколько обучающих уроков в интернете, удобное монтажное приложение, и этот технологичный и очень творческий процесс поддастся даже новичку. Главная практика. Но, как вы понимаете, компьютеры и специальные программы существовали не всегда. Но тогда как же склеивали фильмы раньше? За ответом вернемся на 100 лет назад. Даже больше. Самые первые фильмы не монтировали вовсе. Как правило, их снимали одним сплошным кадром. Со временем режиссеры начали экспериментировать, выключая камеру во время смены кадров. Так на экране появлялись какие-то дополнительные предметы. Люди или все, что вздумается создателю фильма. Но прогресс не стоял на месте. Первые фильмы записывали на пленку. И смонтировать кадры можно было только механически. Что это значит? Что фильм склеивали вручную. Я серьезно. Монтажеры, а преимущественно это были девушки, по заданию режиссера фильма вырезали из пленки нужные кадры и склеивали их между собой в запланированной последовательности. То есть все, что сейчас мы делаем просто нажатием одной кнопки, тогда происходило вручную с помощью ножниц. Точно так же монтировался и звук, ведь записывался он на отдельную аппаратуру. Позже для создания фильмов придумали специальные монтажные столы. Сидя за ними, работать было куда удобнее. С помощью такого приспособления монтажер мог синхронно воспроизводить звук и следить за видео. Но способ склейки все еще применялся. Несложно догадаться, что эти фильмы были непрочными. В буквальном смысле. Места склейки кадров быстро затирались и выходили из строя. Поэтому недовольным съемкой режиссерам нужно было взвешивать все за и против. А стоит ли менять кадр на новый? Так ли это необходимо? Конечно, это тоже создавало в работе дополнительные трудности. И тут на помощь измученным режиссерам и, конечно, монтажерам пришла суперразработка. Электронный монтаж. Это значит, что больше не нужно было резать кадры. Весь отснятый материал заранее отсматривали, отбирали лучшие дубли и покадрово, в необходимом порядке, перезаписывали на новую пленку. Можете себе представить, сколько пленки уходило на создание фильма? А сколько терпения? Такой монтаж назывался линейным. Скажу вам по секрету, что еще лет 20 назад все программы на нашем телеканале создавались именно таким образом. Удобнее, чем раньше, да. Но был и большой минус. Если в собранной программе обнаружена ошибка, допустим, в середине, то, исправив ее, монтажер должен был с нуля доделать оставшуюся часть программы. Обидно. А вот нелинейный монтаж стал возможным с появлением компьютеров. Теперь устранить ошибку не составляло... Ах, простите, не составляет никакого труда. Вся информация как на ладони. Этот дубль не нравится? Не проблема. Секундочку. Удаляй ненужный кадр, а на его место кладем более удачный. Все. Готово. А если сравнить прошлое с настоящим? Вся эта гора пленки умещается в одном маленьком монтажном окне. Спасибо техническому прогрессу. А то мы во всей редакции сидели и склеивали кадры этой программы ручную. Ну а наш монтажер прогрессу особенно рад. Класс! Хочу научиться. А в приложении это очень легко. Я уже пробовала. Нужно немного времени, чтобы научиться, а потом уже легко. Пробовала, а анонс не угадала. Так бывает. Смирись, мой друг. Придется. Анонс номер два. Водонос. А это не те, кто нам воду на заказ приносит? Фильтрованную? Да. Других водоносов сегодня уже нет. А нефильтрованная вода сама к нам приходит. Серьезно? У тебя что, дома протекает речка? Нет. У меня есть свой водопровод. А говоришь, вода сама приходит. Получается, я сейчас обидел сотрудника водоканала? Мне тоже так кажется. Но, возможно, сюжет будет о них. И я так думаю. Ну, хоть в чем-то мы совпали. Вода. Такая привычная и доступная. Открыл кран и льется. А как она в него попала? Как поднялась из земных глубин на высоту многоэтажки? Приоткроем завесу тайны. Вода в виде осадков попадает в реки и водохранилища. Но часть ее уходит под землю. И там распределяется по водоносным слоям. От поверхностных – глубинным. Это подземные артезианские воды. Достать их оттуда сложно. Но возможно. Нужны буровые установки, чтобы сделать артезианские скважины, которые и позволяют нам качать воду на поверхность. Сегодня в Приднестровье таких скважин около 470. Есть они как в столице, так и за ее пределами. Подземная вода по природным характеристикам не нуждается в дополнительной очистке. Почва, песок, ил, известняк и другие породы – это своего рода природные фильтры. Но в воде на глубине могут находиться калифорные микроорганизмы. Поэтому воду необходимо обеззараживать. Это происходит в хлораторных установках. Они есть на всех водозаборных зонах. Температура подземной воды не превышает 7 градусов. Так что в помещении водозабора в любую погоду прохладно. Обеззараженная вода сначала поступает в огромные резервуары чистой воды. А после на насосную станцию второго подъема. Надо убедиться, что вода в полном порядке. Поэтому ее качество контролирует современная лаборатория. В зоне внимания лаборантов запах, цвет, жесткость, мутность, содержание железа и остаточного хлора. От насосной станции вода расходится по разветвленной подземной городской распределительной сети, которая закольцована. То есть вода в ней циркулирует по кругу. Это нужно для того, чтобы можно было отключить любой участок водопровода, не оставляя при этом весь город или село без воды. Вся эта грандиозная система скрыта под землей. А мы видим только крышки люков. А потому нам так сложно представить весь объем проектной и строительной работы, который был проведен, чтобы принести живительную влагу в наш дом. А ведь это тысячи километров магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей. В среднем за сутки в трубы попадает до 40 тысяч кубических метров воды. После использования вода из домов и квартир по системе канализации поступает на очистную станцию, проходит сложнейшую систему очистки и сбрасывается обратно в Днестр. Проделав путь длиной в несколько тысяч километров, она возвращается в водную систему, а затем под землю водоносные слои, чтобы снова попасть к нам в дома. Да, не ценим мы воду, пока не узнаем, как она нам достается. А в некоторых странах питьевую воду добывают из речной или даже морской. Тогда ее нужно еще больше фильтровать и очищать от соли. А это в разы сложнее. А без воды... И не туды, и не сюды. И не попить, не полить и соседней залить. В общем, берегите воду. Начну прямо сегодня. Так, третий анонс... Отбрасывает тень. Так все же отбрасывает тень. А вампиры? Так, Дракула и его потомки... Это мифология. Интересно, да, но это вымыслен. Давай порассуждаем. Скоро лето. Лето. Головные уборы от солнца актуальны? А, поняла. Профилактика перегрева. Вот именно. Всякие кепки, банданы, козырьки, бейсболки и тому подобное от солнца. Согласна. Мама дома уже начала профилактику. Твоя? У них что, коммерческий договор с производителями кепок? Похоже, что да. На нем прилетела Мэри Поппинс, но это нестандартное его применение. Зонтик. Мы пользуемся им на пикнике, на пляже, в фотостудиях, украшаем им коктейли. С его помощью защищаем себя от дождя и солнца. Это настолько привычный предмет, что без него невозможно представить свою жизнь. Так что наденьте свои лучшие непромокаемые сапоги и панамку от солнца. Зачем? Сейчас узнаете. История зонтика охватывает не только столетия, но и тысячелетия. Слово «зонтик» происходит от нидерландского «зондек». Тент, навес от солнца, буквально защита от солнца. Вот это да! Сегодня в этом качестве зонт редко кто использует. Парасоли, как еще называли зонтики, были замечены в Египте, Ассирии и Китае 4000 лет назад. А вот древнеегипетские парасоли, пальмовые листья или перья, прикрепленные к палкам, использовали только боги и фараоны. Но сегодня зонтик очень удобный, складной, а ткань натянута на спицы. До этой конструкции додумались в Китае в шестом веке до нашей эры. Взгляните, ведь похож. Тоже каркас из поддерживающих спиц, укрепленных на стержень. Правда, в то время его покрывали листьями и ветками деревьев, а позже технические достижения позволили использовать ткань, кожу, шелк и бумагу. Но это было недешево, и пользоваться такой роскошью могли только люди высших сословий. А вот на Западе зонт превратился в декоративный аксессуар. Француженки были просто загипнотизированы красотой китайских зонтиков из масляной бумаги, а шелковые модели, естественно, сразу же покорили их сердца. Мужчины-европейцы не поддавались моде и продолжали перегреваться на солнце. Хорошо, что умные люди догадались, что нужнее зонтик все-таки в дождливую погоду. Несмотря на сходство современного дизайна зонта с его древним китайским предшественником, за тысячелетия он все же изменился. Каркас из палочек и китовых костей в конце 19 века заменили стальные спицы. Зонт стал легче и удобнее. Новый дизайн тоже позволил уменьшить длину зонта. И ура, он поместился в карман! Водоотталкивающая ткань тоже сделала его универсальным для любой погоды и пользуются им даже животные. А вот самые известные современные модели. Прозрачный зонт в стиле Bird Cage – птичья клетка. Эта модель напоминает по форме купол, который укрывает не только голову, но и плечи. Зонт-трость, на который можно опираться при ходьбе. Купол такого зонта более округлый, чем у складного зонтика, поэтому вода легко скатывается и зонт быстрее сохнет. Двойной зонт рассчитан на двух человек. В закрытом состоянии он не больше обычного зонта-трости. Асимметричный зонт выдержит ветер мощностью до 100 км в час. Построен он по аэродинамическим признакам, и его не выворачивает наизнанку. А недавно появился нашумевший зонт обратного сложения. Он складывается мокрой поверхностью вовнутрь, и благодаря этому вода не попадает на другие предметы. Зонты выдержали солнце, дождь и испытания временем. Хорошо, что сегодня это уже не роскошь, и с помощью зонтика мы можем не только спастись от ливня, но даже отразить свою индивидуальность. Зонтик от солнца? Видимо, в давние времена солнечных дней было больше, чем дождливых. А я хочу вот такой зонтик. Удобно, особенно после шоппинга. Руки заняты, а ты все равно сухой. Странно, но сегодня все анонсы связаны с водой. Анонс водохлеб. Кто-то слишком много пьет воды. Надо подумать. Есть даже такое выражение. Пьет как лошадь. Слышал? Да, но думаю, слон или бегемот пьют намного больше воды. А может, это полив полей? Или какой-то материал, который хорошо впитывает влагу? Губка или что-то подобное. Или человек. Но мы же состоим на 80% из воды. В детстве. А взрослые уже на 65-55%. Усыхают, что ли? Им, наверное, надо много воды. Возможно. Смотрим сюжет. По барханам пароход вдаль задумчиво плывет. И качается поклажа средь зыбистого пейзажа. Догадались? Ну, конечно же, это... Драмадер и Бактриан. Кто сказал верблюд? Правильно. Сегодня речь пойдет о двух его разновидностях. Одногорбый верблюд – это драмадер. А двугорбый – Бактриан. Дикого Бактриана уже относят к вымершим видам. Зато его одногорбый собрат давно живет с людьми, помогая им в нелегкой жизни. На всей территории Малой Азии, на севере Китая и в Манчжурии Бактриан – первый помощник человека. Что же касается драмадеров, то в дикой природе их уже не встретить. В наши дни этот вид разводят люди. Ведь в засушливых районах, близких к пустыне, это и средство передвижения, и тяговая сила. На севере Африки, в Сомали, Египте, Марокко, Алжире, Тунисе, Австралии и даже на Канарских островах драмадеры просто незаменимы в торговле и в обычной жизни людей. А потому этих животных там очень ценят. Еще бы! Выносливы, неприхотливы в еде и долгое время могут обходиться без пищи и воды. Насколько долгое? По-разному. Одногорбый выдерживает до 30 дней. Как у него получается? За счет горба. Верблюд накапливает в нем питательные вещества, в отсутствие пищи, существуя за их счет. Без воды драмадер может прожить 10 дней. Если не будет бегать или носить тяжести. А при больших нагрузках срок сокращается до 5 дней. Двугорбый верблюд Бактриан менее вынослив. При жаре, без воды и еды выдержит не больше 3-5 дней. Но после воздержания верблюд способен выпить до 114 литров воды за 10 минут. Представляете? А затем снова, гордо и неторопливо, много часов подряд они могут нести груз размером в половину своего веса. Заставить их бежать, тратя драгоценную влагу, не так уж просто. Но скорость бегущего верблюда даже выше, чем у лошади. От 15 до 65 км в час. А потому в арабских странах есть национальный вид спорта – верблюжьи бега. Камелус драмедариус переводится с древнегреческого как «тот, кто бежит». Бегущий. Еще один талант верблюдов. Ну просто идеальное животное. Но есть у них хоть один минус? Есть. Холода в пустыне верблюды переносит плохо. Из-за не очень густой шерсти. Она хорошо защищает от зноя, но не спасает от холода. А теперь самое интересное. Кто знает, что у верблюда в горбу? Вода или жир? Сразу и не объяснить. Корабли пустыни действительно способны запасать жидкость впрок. Но в наросте за спиной ее в чистом виде скапливается меньше всего. Этот физиологический резервуар заполнен жиром. И он выполняет сразу две функции. Верблюжью колючку, песчаную акацию, полынь, степной лук, ветки саксаула и некоторые другие виды кустарников. А домашние любят зерно, сено, силос, фрукты, овощи и другие растительные корма. Но бактриан менее переборчив. В голодный период он может есть даже шкуры и кости других животных. В то время как драматер обходится исключительно растительной пищей. Живать – любимое занятие верблюдов. Ведь они, как и коровы, относятся к жвачным животным. Да, выпить 114 литров за 10 минут у меня точно не получится. Не стоит равняться на верблюдов. Каждому свое. Но сегодня я поняла, что вода для жизни – это самое главное. Так что не огорчайтесь из-за дождливой погоды. Гуляйте зонтиками. А с вами были ведущие Ира и Олег. Смотрите нас в эфире и на ютубе. До встречи. Пока!